Юрий, здравствуйте, я рада вас видеть. Я тоже вас рад видеть. Я хочу сразу спросить у вас по поводу редакционной статьи, которая на днях вышла в New York Times и расстроила очень сильно меня и огромное количество людей, не только меня, где было написано о том, что Украине нужно идти на болезненные уступки Путину. Скажите, пожалуйста, а вот что думают передовые американцы об этой жуткой войне, которую затеял Путин и его режим против Украины? Вы знаете, я думаю, что совершенно очевидно, что во всем мире, в том числе в Америке, в том числе в Европе, поддержка Украине абсолютно единодушная. Я думаю, что за пределами отдельных очень, может быть, небольших групп российских иммигрантов или живущих за границей российских граждан никто не поддерживает вторжение в Украину. И абсолютно всем после 24 февраля стало ясно, что Путин военный преступник. Вот я думаю, что это понимание, да, то, что Россия агрессор, а Путин военный преступник, есть сейчас у абсолютно всех. Это, как бы, не какие-то отдельные взятые люди, не какие-то отдельные слои населения. Это общее впечатление, которое у всех сложилось. А что думает американская власть о нашей ситуации и об Украине, и о России? Здесь нужно, наверное, сделать некие поправки. Конечно, до 24 февраля у европейских лидеров, о американских лидеров была надежда договориться с Путин, о чем-то с ним договориться. Потому что то, что делает Путин с точки зрения европейцев, с точки зрения американцев, самоубийственно и иррационально. Но, к сожалению, ни в Европе, ни в Америке не было понимания, с кем они имеют дело и что такое Путин. Вот я думаю, что после 24 числа у всех это понимание уже есть. Ко всем это понимание очень быстро пришло. И, в частности, пришло понимание того, что нет площадки и места для переговоров. Что с Путиным ни о чем нельзя договориться. Не только потому, что ему нельзя верить. Ему нельзя верить. Это уже тоже все поняли, что нельзя верить ни ему, ни Лаврову, никому из них. Но что нет площадки переговоров. Потому что нет места для переговоров. Потому что Путин ничего не предлагает. Он не предлагает ни о чем договариваться. Он предлагает абсолютно всем просто сдаться. И Украина первая в этом списке, но совсем не единственная. Потому что список территорий, в буквальном смысле территорий, которые требуют передать под Российскую Федерацию Путин, он увеличивается не просто с каждым годом. А уже в последнее время речь шла не только о том, что Россия не признает границы 1991 года, но даже о том, что Россия не признает границы 1918 года. Поэтому амбициозный план агрессивных намерений Путина только увеличивается. То, что с ним договориться ни о чем нельзя. Я думаю, что даже Макрон уже всерьез не считает, что о чем-то с Путиным можно договориться. И поэтому мы все действительно поставлены в безвыходное положение. Когда при всем желании у нас ни у кого из нас нет иного выхода, кроме как оказывать военное сопротивление агрессору Путину. Другое дело, что и Европа, и Америка всегда очень медленно реагировали на возникающие опасности. Если мы обратимся к истории начала Второй мировой войны, каковая, мне кажется, просто является зеркальным отражением того, что сейчас происходит. То и Англия, и Франция очень медленно реагировали реально на уровне военной поддержки. И, например, помощь Польше не оказали вообще. А Америка вступила в эту войну только через два следующих года. А сейчас, я бы считал, реакция Запада, конечно же, стремительная. Другое дело, что да, все надеются сохранить этот конфликт в границах Украины. Все надеются, что этот конфликт не выйдет за пределы Украины и не превратится реально в Третью мировую войну. Я считаю, что это невозможно. Я считаю, что, видите, мировая война началась 24 февраля. Что 24 февраля – это 1 сентября 1939 года. Что это то, как это все будет записано потом в учебнике истории. Но это понимание, к которому должны еще прийти и мировые лидеры, и военные руководители, в том числе НАТО. Но мне кажется, что понимание этого абсолютно неизбежно. Потому что, повторяю, Путин не оставляет тут другого выхода никому. Потому что Украина – это только начало для него. Потому что он пытается выйти к Приднестровью и, собственно, разжечь аналогичную войну в Молдове. Потому что он уже захватил Беларусь. Потому что он уже вывел ее из безъядерного статуса. Я не думаю, что его программа действий многолетняя. Я не думаю, что возможен афганский вариант войны между Россией и Украиной. Я ничего этого не вижу. Я вижу достаточно стремительное развитие событий, которые обязаны привести к вхождению НАТО в эту войну. Как НАТО. Не как просто отдельно взятые государства, которые помогают Украине оружием, деньгами. То есть вы считаете, что НАТО вступит в войну против России? Я уверен, что НАТО вступит в войну против России. Потому что Путин не оставит НАТО другого выхода. Не потому что НАТО мечтает в эту войну войти. Нет. НАТО мечтает, чтобы эта война ни в коем случае не расширялась за пределы Украины. А что послужит этой точкой? Этой точкой невозврата, когда НАТО вынуждено будет вступить? Как вы считаете? Я думаю, что следующее. Я думаю, что Путин начнет военные действия против Молдовы еще до того, естественно, как он закончит, с его точки зрения, военные операции в Украине. Потому что он их там никогда не закончит. Потому что он не может захватить Украину. У него нет на это сил. У него есть ограниченные силы для того, чтобы разрушать квадрат за квадратом, город за городом, территорию за территорией. И вот это как бы он будет делать с упорством и жестокостью. Но сил победить в Украине у него нет. Сил захватить Украину у него нет. Но силы начать войну в Молдове у него достаточно. Там уже, собственно, войска в Калинистрове стоят. И там русскому населению уже давно паспорта выдаются, чтобы спровоцировать потом военный конфликт. А после этого Путин предъявит ультиматум о выходе восточноевропейских государств, вошедших в НАТО после 1991 года, из НАТО. Вот это, собственно, и будет той чертой. Потому что, поскольку у Путина, как всем нам видно и очевидно, нет обычной армии, которая может воевать и противостоять НАТО, то, безусловно, он будет угрожать использованием ядерного оружия. А это уже Третья мировая термоядерная война. Я думаю, что причина, по которой Беларусь до сих пор не аннексирована и не влащена Российской Федерацией на формально юридическом уровне, это именно то, что Путин хочет оставить Беларусь формально независимым государством, чтобы перебросить ядерное оружие в Беларусь и начинать ядерную атаку против Европы из Беларуси. В надежде, что либо ответные удары будут только по Беларуси, естественно, а не по Российской Федерации, либо их вообще будет очень трудно проводить, если иметь в виду термоядерные ответные удары, потому что Беларусь слишком все-таки вклинивается в Европу. И эти удары могут привести к распространению радиации за пределы Беларуси. Я думаю, что это тот сценарий ограниченной ядерной войны, который Путин как бы придумал, который в его голове. И одновременно этот сценарий, наверное, по его замыслу предусматривает, что после атакы в Беларуси Запад наконец дрогнет, испугается, и все ему отдам. А вы думаете, Лукашенко пойдет на это, чтобы с его территории, собственно говоря, его руками началась ядерная война? Ну, он же пошел на вывод страны из безъядерного статуса. А зачем он тогда выводил Беларусь из безъядерного статуса? Я думаю, что это делалось с определенным умыслом. Я думаю, что Лукашенко в самостоятельной роли тут не играет и голоса не имеет. Но возвращаясь к вашему вопросу, что будет вот этой точкой, моментом для начала военных действий НАТО, я думаю, что этим моментом по всей логике должен быть день, в который станет очевидно, что Россия начинает переброску ядерного оружия в Беларусь. Потому что если это оружие уже будет переброшено и установлено, то делать что-то уже будет поздно. Начало перебросок ядерного оружия в Беларусь – это, собственно, последний момент, когда НАТО обязан будет входить в эту войну всеми своими силами для предотвращения термоядерного сценария. Хорошо. А бить Путин захочет по Украине ядерным оружием или по Европе? Ну, дело в том, что, опять же, ведь все то, что я говорю, это все взято уже из тех заявлений и речей, которые были произнесены и сделаны российским и белорусским руководством. 6 марта ТАСС сделал заявление о том, что по имеющейся у российского руководства информации с 2014 года Украина работает над производством ядерного оружия. Это абсолютная ложь. Но это заявление было сделано уже 6 марта и совсем не случайно. Оно подготавливает почву для того, чтобы, например, на Донбасс перебросить тактическое ядерное оружие и производить обстрелы украинской территории из Донбасса, который, в общем-то, является тоже Украиной. И еще мы в этом случае услышим заявление российских руководителей, что это украинцы сами себя обстреливают, чтобы так вот скомпрометировать Россию. А примерно в то же время, по-моему, через пару дней после заявления ТАСС, Лукашенко заявил о том, что по имеющейся у него информации НАТО планирует разместить на территории Польши и Литвы ядерное оружие, что тоже абсолютная ложь. Но вот в результате нам названы как бы три страны для возможного термоядерного удара. Это Украина, Польша и Литва. И, наверное, тот сценарий, который видит Путин, заключается в том, что после того, как этот обстрел из Белоруссии в сторону Европы, уж не знаю в какую, состоится, европейцы, да, испугаются, и вот тут-то, конечно, уже отдадут Путину все на свете. Я думаю, что это вот тот сценарий, который есть у него в голове. Я искренне надеюсь, что ему не дадут его реализовать. Юрий, а скажите, пожалуйста, вот если представить себе, что такой жуткий сценарий, такие будут реализовываться. Вот если Путин применяет это ядерное оружие, после этого, скажите, прилетит ему ядерная ответка от стран уже НАТО? И когда? Ну, скажем так, если мы же были свидетелями того, как Путин занимался, как тогда считалось и называлось гибридными войнами, и никакой реально ответной реакции не было на все это, да, потому что вот войны были настолько гибридными, что все чесали в голове западные лидеры и думали, вот можно это классифицировать как открытую агрессию, или все-таки нельзя. Вот Крым, ну, вроде не совсем агрессия, вроде бы, может, Крым как бы российский. А Донбасс, ну, тоже как-то там не разберешься, кто на кого напал, там, сепаратисты, не сепаратисты. А что же там разбираться? Бери закон и читай. Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Правильно. Россия пришла и отобрала. Ну, тем не менее, мы же видели, что реакция была немножко другой. Осетия и Абхазия, кстати говоря, тоже самое, да, прошла безнаказанно для Путина. Поэтому я далек от мысли, скажем прямо, что если у НАТО будет возможность сделать вид, что ядерная атака как бы совершена с территории Беларуси, независимой Беларуси, что они будут отвечать по Москве, потому что ведь тогда Путин может отвечать по Нью-Йорку. Повторяю, мы сейчас, конечно, выходим за пределы обычных размышлений о войне, потому что даже страшно себе представить, что такое термоядерная война в Европе. Такого никогда не было. Но я очень опасаюсь, что это ровно то, как Путин хочет войти в историю, да, в конце концов. Как человек, не побоявшийся начать против ненавистного Запада термоядерную атаку. Да, вот все боялись, все советские руководители боялись, что Сталин, может, и не боялся, но не успел. Советские руководители не решились, побоялись. А вот он не побоялся. Поэтому, повторяю, я думаю, что это та опасность, которая нас все ждет. Хорошо. Вот если в его воспаленном сознании зреет такой план, и он хочет его реализовать. Его окружение. Люди, которые очень хорошо себя чувствуют. Миллионеры, миллиардеры, нажившиеся на народном добре. У которых все хорошо в жизни. И у их детей, и у их жен, и у их любовниц, любовников. Тоже все хорошо. Бери и радуйся жизни. Они допустят этот ядерный взрыв, если даже их самолет хваленый, который должен заниматься, если что, эвакуацией при ядерной угрозе высшего руководства, в том числе Путина и его соратников, эвакуировать куда-то там. Он же даже на 9 мая не смог взлететь. Он сломался. Прежде всего, я не думаю, что все эти олигархи, так называемые, которые давно уже просто богатые люди. Никакие они не олигархи. Люди, которым Кремль позволяет по разным причинам оставаться богатыми. Что они имеют отношение к принятию решений. Я уверен, что это не так. Юрий, извините, а я сейчас говорю не об олигархах, потому что они просто его кошельки и слуги его, и делают то, что он хочет, потому что держат его деньги. Я говорю скорее о номенклатуре и о военных, которые находятся рядом, о его самых высоких чиновниках, которые миллионеры и миллиардеры, будучи чиновниками, но которые реально могут на что-то повлиять. Вопрос правильный, но мы знаем на него ответ. После того, как Россия вошла в Крым, рубль упал в два раза. Это как бы ничто не изменило. После того, как Россия напала на Украину, были объявлены санкции, были прекращены перелеты. Россия стала абсолютно изолирована от мира страной. А как мы видим, ни к чему это все равно не ведет. Вот в том-то проблемах, главная проблема, что это, увы, уже не про деньги. Не про деньги. Вот они уже пожили, поели, попили, попутешествовали, понакупали собственностью, а вот теперь это уже про захват мира. И наши рациональные аргументы, потому что мы же пытаемся смотреть на этих людей с рациональной точки зрения, что то, что они делают, как бы невыгодно. Но это мы же рациональные люди. И для рациональных людей то, что происходит абсолютно иррационально, вообще на грани сумасшествия. Но мы же имеем дело с абсолютно иррациональными людьми. Причем и на уровне руководства, и на уровне народа. Как это не грустно. Потому что не каждый народ позволит своему правительству вести себя так, как оно ведет. А мы видим, что критической массы никакой протестное движение не набирает в России. Я даже не хочу обсуждать российский народ, который показывает себя сейчас как настоящее быдло, безмолвное, которое наоборот поддерживает и соучаствует во всех этих преступлениях. Я хочу у вас спросить. Вот все то, что вы сказали. Говорит ли это о том, что в Америке, на Западе, принято решение о том, что режим Путина нужно менять? Или нет? Все-таки они хотят с ним договариваться, продолжать. Я не знаю, произошло ли это на неком формальном уровне, что собрались лидеры европейских стран и НАТО хотя бы в системе ЗУМа и постановили, что режим Путина надо менять. Я думаю, что тем не менее, что абсолютно всем понятно, что с режимом Путина нельзя ни о чем договориться, как нельзя было ни о чем договориться с Гитлером после 1 сентября 1939 года. Вот время как бы переговоров и обсуждений, оно уже прошло. И повторяю, не потому, что там Запад, НАТО не хочет с Путиным разговаривать, а потому, что не о чем разговаривать. Путин требует отдачи ему на сегодняшний день. Он требует отдачи ему всей Восточной Европы до границы с Германией. Это вот то, что как бы официально заявлено как некое минимальное требование, без которого... А давайте перечислим, какие страны он хочет забрать. Это же интересно. Кроме Украины. Кроме Украины он хочет забрать, получить назад, вернее, свое получить, назад свое получить. Своё. Ха-ха. Все то, что входило в состав Советского Союза и все то, что входило в зону советского влияния на уровне Варшавского договора. Это то, что было как бы названо, уже открыто. А после этого, тем не менее, еще было сказано, что на самом деле Россия не признает границ 1918 года тоже. А это еще и Финляндия, это еще как бы и Польша уже как часть оккупированной, захваченной Россией территории. Поэтому в том-то и дело, аппетиты Путина безграничны, потому что ведь то, что... Не, не, я вот хочу конкретно остановиться на этом. То есть Путин хочет забрать, давайте загибать пальцы, Украину, Финляндию, Польшу, дальше Литву. Ну, Финляндия, допустим, в этом списке последняя, но Путин хочет забрать в порядковом перечислении Украину, Молдову, Беларусь, которую он уже захватил, все три прибалтийские республики. А дальше, он хочет как бы, чтобы Польша, Чехословакия, ну, все, кто есть, все вышли из НАТО. И Российская Федерация восстановила в Европе то влияние, которое было у Советского Союза. Это как бы что заявлено Путиным. Путиным. Юрий, скажите, пожалуйста, а что сейчас происходит в кремлевских кабинетах? Какие там настроения? Боевые. Боевые. Вот мы считаем, что есть как бы Путин, и что у него, может быть, есть какая-то оппозиция, или какие-то люди, которые недовольны тем, что он делает. А я считаю, наоборот, что с 2000 года, когда Путин пришел к власти как представитель спецслужб, они подобрали руководство страной исключительно в них Путинах. Вот представьте себе, что там вокруг него тысячи человек, которые принимают разного уровня решения, и все эти тысячи человек, они Путины. Там нет разноклассия. Кирилл Буданов недавно в интервью заявил о том, что у Путина онкология тяжелая, и кроме нее еще ряд тоже тяжелых заболеваний. Что вы знаете по этому поводу? Я по этому поводу не знаю ничего, кроме того, что пишет пресса и говорит телевидение, но я считаю, что это ничего не меняет, к сожалению. Но пункт первый, мы действительно не знаем, что у него есть, чего у него нет, и с любой онкологией он может прожить еще много лет, будем откровенны. А главное, если он умрет завтра, и встанет во главе государства Путина на 2, это не изменит абсолютно ничего. Я не вижу сценария, когда новые руководители России никого не вижу. Когда новый руководитель России, например, скажет, что Россия сделала трагическую ошибку, признает границы для Украины 2013 года, для Грузии 2007 года, и дико извиняется перед всеми, кому причинило некие неудобства. Я не вижу этого сценария. Я считаю, что это последняя война, которую начал Путин. Он знает, что это последняя его война, но он будет идти до конца. А вот, чтобы этот конец пришел скорее, и чтобы мы заплатили заповеданную меньшую цену, нужно, чтобы НАТО в эту войну вошло. И я надеюсь, что я не единственный человек, который так считает, что к этому же выводу постепенно, конечно, постепенно приходят и европейские государства, потому что война, между прочим, в Европе, прежде всего, и Соединенные Штаты, и НАТО как военной структуры. Юрий, у меня последний вопрос сегодня. Скажите, пожалуйста, когда Украина победит, на ваш взгляд, и что станет показателем того, что вот еще несколько дней и победа вот она? Ну, к сожалению, да, и в общем с глубокой печалью. Я не думаю, что мы говорим про несколько дней. Я не думаю, что в этой войне Украина может проиграть, она не проиграет. Я не думаю, что в этой войне, даже если иметь в виду чисто российско-украинские военные действия, Россия может победить, она не может, но чтобы ликвидировать ту проблему, которая вот создана Путиным, Россия должна потерпеть военное поражение. Я не думаю, что это военное поражение можно нанести России силами Украины одной. Потому что военное поражение России нельзя нанести, когда Россия ведет войну на украинской территории и разрушает украинскую землю. потому что в России между нами говоря, всем абсолютно все равно ведется эта война или не ведется, потому что Россия абсолютно все равно сколько она теряет людей, Путину абсолютно все равно сколько российская армия теряет людей, и до тех пор, эти военные действия не переметнулись на территорию России, или по крайней мере не очевидно, что они туда будут перенесены. Я думаю, нанести военное поражение России нельзя. Повторяю, у Украины достаточно сил, чтобы сопротивляться и не быть захваченной, но у Украины недостаточно сил, чтобы нанести России военное поражение, сравнимое с поражением Германии с 45-го года. А если России не будет нанесено военное поражение, сравнимое с поражением Германии 45-го года, то эта проблема никогда от нас не уйдет. Появится новый Путин, если умрет старый, возникнет повторение этой угрозы, как она уже возникла, как повторение, потому что она возникла первый раз в 2014 году, и через 8 лет эта угроза возникла снова и еще более сильнее. Если все-таки конкретизировать, когда это может быть, когда будет наша победа, мы сейчас предполагаем. Все зависит от того, по какому сценарию пойдет развитие военных действий. Если НАТО вступит в эту войну на территории Украины, не дожидаясь термоядерного варианта войны, она будет закончена за две недели. Но для этого нужно, чтобы НАТО вошло в эту войну всей своей мощью. Вот с того дня, когда НАТО войдет в эту войну всей своей мощью, можно отсчитывать две недели. Юрий, спасибо вам большое за это интервью. Спасибо вам, Адисия, держитесь, мы все с вами. Спасибо большое. Спасибо.